Смотрите сегодня в программе! Escape from Paradise City Проходной проект, который уже через полгода забудут А вот Neverwinter Night 2 Mask of the Betrayer Это одна из тех игр, в которую будут играть Несмотря на то, что она не несёт ничего нового FIFA 08 Как и прежде, мы получили игру, устаревшую в плане графики ещё на один год Global Conflict Palestine Разработчики из компании с говорящим названием Serious Game Создавали эту игру в первую очередь для интерактивного обучения Алоха, братья мои, геймеры! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей, Человек в халате 2 Фак — это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, переходим к делу Жизнь поклонников сериала FIFA напоминает бесконечное движение по замкнутому кругу Первые 2-3 месяца после выхода очередного эпизода уходят на обсуждение плюсов и минусов игры Затем разгорается дискуссия под заголовком «Что я хочу увидеть в новой части» Иногда доходит до полного абсурда Некоторые фантазеры требуют предоставить им возможность устраивать договорные матчи, подкупать судей или даже наблюдать драки болельщиков с полицией Одним словом, всем не угодишь! Новая часть сериала для персоналок строится на том же самом движке, что и версия для PlayStation 2 Разработчики обещают усовершенствовать ряд визуальных эффектов, увеличить разрешение текстур на лицах футболистов и сделать анимацию движения более плавной В смысле графики мы получим слегка улучшенную версию FIFA 07 Electronic Arts Canada вот уже пятый год подряд использует постоянно модернизируемый движок 2003 года И похоже, нам придется мириться с сомнительной картинкой в спортивных симуляторах от Electronic Arts Ровно до тех пор, пока PlayStation 2 окончательно не отправится на покой Приготовьтесь к тому, что среди представителей нашей национальной команды на самих себя будут, похоже, считанные единицы На этом с плохими новостями, к счастью, покончено В FIFA 08 нас ждет 570 лицензированных клубов 7 доселе невиданных стадионов и 3 новых чемпионата Чешский, Ирландский и Австралийская А-Лига К сожалению, матчи будут судить те же самые рефери, что и в FIFA 07 Зато теперь они допускают ошибки, как и в реальной жизни Системные требования к игре таковы Процессор с частотой 2,4 ГГц 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти На жестком диске FIFA 08 займет 2,5 ГБ Геймплей не изменился Разработчики провели разве что легкий косметический ремонт Рядом со стандартным набором режимов будет соседствовать новинка под названием BFRO Co-op Seasons Которая позволит вам играть любым футболистом на протяжении всего сезона Но и это еще не все FIFA поддерживает невероятно модный сегодня режим кооперативного прохождения То есть при условии, что вы найдете 10 единомышленников, можно будет объединиться в одну команду для совместной игры Но это все мелочи По большому счету из года в год нам продают одну и ту же игру Тройка за геймплей Графика, как уже было сказано выше, отправляет нас прямиком в 2003 год Все те же угловатые модели футболистов и картонные зрители на трибунах Двойку за внешний вид получает FIFA 08 Говоря о звуке, нельзя не упомянуть о комментаторах В английской версии игры события на поле будет освещать хорошо знакомый дуэт Али Макхойст и Джон Модсон В записи российской версии примет участие Василий Уткин Так что волноваться о качестве звука не приходится Пятерку за комментаторов получает FIFA 08 Разработчики, конечно, сделали все, что смогли Дополнили геймплеи новыми режимами, накупили кучу лицензий и пригласили на озвучку лучших комментаторов Но суть это не меняет Три балла получает сегодня FIFA 08 Итак, что мы имеем в сухом остатке? С одной стороны, разработчики приготовили огромное количество лицензированных игроков и клубов Плюс несколько интересных новинок в области геймплея С другой мы получили спортивный симулятор с, мягко говоря, не самой передовой картинкой За долгие годы существования сериала Electronic Arts приучила нас к тому, что октябрь — это месяц игры в FIFA И вряд ли эту традицию что-то способно изменить А сейчас пришло время ваших вопросов и наших ответов Вопрос Что нового появилось в режиме карьеры? Ответ В карьерном режиме наконец-то появилась полноценная предсезонная подготовка Во время товарищеских матчей можно будет проверить в деле дублирующий состав и поэкспериментировать с тактикой Вопрос Можно ли самому управлять схемой расположения игроков на поле и выполнять некоторые обязанности тренера? Ответ Да, теперь нам не надо придерживаться той или иной схемы Расставлять игроков на поле можно так, как вам заблагорассудится Хотите играть на манер российской сборной под руководством Романцу? В четыре защитника с ярко выраженным Либера? Да без проблем Мечтаете опробовать на деле легендарную систему W? Всегда пожалуйста Криминальный мир во все времена пользовался особым вниманием обывателей Компьютерные игры не исключение Время от времени нас потчают погружением в преступную среду Самые, пожалуй, яркие представители этого жанра Мафия Обе части Макс Пейн Недавний Стрэнгл Холд И даже в какой-то степени сериал Постал Но не только экшенами жив киберкриминал Встречайте Escape from Paradise City Стратегию в реальном времени В которой нашлось место как экономики с политикой Так и кромсанию врагов капусту Смотрим Действие Escape from Paradise City разворачивается в 2009 году Агентство национальной безопасности всерьез озабочено поведением некой корпорации Вечность Которая, судя по всему, семенильными шагами стремится к мировому господству На своем пути она не гнушается никакими инструментами Начиная от влияния на политиков и заканчивая экономическими аферами На борьбу с этим левиафаном капитализма брошены лучшие агенты И главный герой игры один из них Вернее, героев несколько Это красотка Мия Оксан Гроза кварталов Джек Сейтлер И воротила бизнеса Борис Чехов Противостоять нам будет таинственный мистер Пи Глава злосчастной корпорации От таких вот нехитрых перипетей сюжета клонит в сон Но что делать другого нам не предлагают Системные требования игры таковы Геймплей игры состоит из двух частей Это экономически-политическая модель и уличный экшен Весь город разбит на несколько кварталов За влиянием над которыми и идет борьба И когда все цивилизованные методы себя исчерпывают На первый план выходят уличные войны С применением всевозможных средств уничтожения себе подобных В довесок к этому присутствует элемент РПГ Играть весело и не в напряг Наша оценка геймплея 5 баллов Графика игра не поражает Она устарела минимум года на два Анонсированный город, живущий собственной жизнью На деле оказывается набором невразумительных построек Взрывы и стрельба состоят чуть ли не из спрайтов Единственное, что смотрится более или менее привлекательно Так это погодные эффекты Но на одной погоде далеко не уедешь Наша оценка графического наполнения 3 балла Звуковое сопровождение в игре не блещет оригинальностью Да, стрельба, крики раненых, шум трафика на улицах Все это, конечно же, разнообразит городской пейзаж Но мы слышали все эти сэмплы тысячу раз На озвучку диалогов, конечно же, не приглашали профессиональных актеров Поэтому по голосу главных героев отличить тоже трудно Одним словом, среднячок Наша оценка звука в игре 3 балла Escape from Paradise City Проходной проект, который уже через полгода забудут Играть интересно первые часа два А затем поток оригинальных находок истекает И превращается в маленький такой ручеек Шаблонный сюжет, средняя графика И ограниченный диапазон применения способностей главного героя Все это не позволяет поставить игре высший балл Наша общая оценка игры 4 балла Проект Sirius Games оставляет двоякое впечатление Изначально он позиционировался как продолжение Gangland Образ Саш 2004 года Если сравнивать эти две игры, то прогресс, безусловно, налицо Но в то же время картинка в Escape from Paradise City Выглядит как-то блекло и, что называется, не цепляет Однако со всем остальным у игры полный порядок Погружение в будни криминального авторитета гарантировано И для любителей почувствовать себя в шкуре матерого ганста Мы подготовили ответы на вопросы по игре Первый вопрос В заставках я видел, что главный герой рассекает на роскошных авто Возможно ли покататься по городу в момент самой игры? Отвечаем Нет, к сожалению, нельзя Нам доступно только стратегическое управление подконтрольными кварталами И стремительные вылазки на вражескую территорию Но почему-то исключительно на своих двоих Следующий вопрос Когда я в одиночку гуляю по городу, то часто напарываюсь на целые банды врагов Как мне с этим бороться? Отвечаем Делать все своими руками совсем не обязательно У вас есть целая армия союзников, которым можно позвонить по сотовому в самый разгар драки Пусть это не совсем реалистично, но зато действенно Следующий вопрос Я слышал, что у героев игры есть какие-то скрытые способности А как их открыть? Отвечаем Это не совсем точное утверждение У главных героев есть порядка полсотни уникальных навыков А на магические способности намекают только повороты сюжета Вот только речь не ходит о главном злодеи, а не о нас с вами Смотрите во второй части программы Global Conflict Palestine Разработчики из компании с говорящим названием Serious Game Создавали эту игру в первую очередь для интерактивного обучения Neverwinter Night 2 Mask of the Betrayer Это одна из тех игр, в которую будут играть Несмотря на то, что она не несет ничего нового Смотрите во второй части программы Neverwinter Night 2 Mask of the Betrayer Это одна из тех игр, в которую будут играть Несмотря на то, что она не несет ничего нового Global Conflict Palestine Разработчики из компании с говорящим названием Serious Game Создавали эту игру в первую очередь для интерактивного обучения В начале июля появилась довольно необычная игра Global Conflict Palestine Начинается она достаточно просто Пара кадров современного Иерусалима И красноречивая надпись Только что прибыл молодой журналист Не судите строго такой ход Ведь эта игра разработана специально для обучения в школах и вузах В самом начале игры вам предлагается выбрать главного героя Мужчину или женщину Оба они средних лет Этот выбор повлияет на предысторию Мужчина – палестинец, женщина – еврейка Однако у обоих примерно одинаковая история Жили они спокойно в Штатах И вдруг надумали поехать на свою родину Оба имеют неплохой опыт работы журналистом И без каких-либо проблем могут добывать информацию Ваша цель – направить их способности в нужное русло Вам придется подбирать необходимые факты для вашей статьи И определяться, на чьей вы стороне Впрочем, если у вас получится, можете сохранить нейтралитет В таком вот выборе информации и составлении статьи Состоит суть обучающего процесса Принимать вашу статью будет ваш редактор С которым вы будете постоянно общаться на протяжении всего игрового процесса Сам процесс составления статьи происходит из подбора цитат Которые вы записываете во время разговоров Поэтому не стоит торопиться и с первым же набором фраз бежать к редактору Игра поступила в продажу 5 июля 2007 года Рекомендуемые системные требования Процессор 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ видео А также ГБ свободного места на жестком диске Как мы уже сказали, игровой процесс состоит из перемещения по карте И разговоров с разными людьми С этой точки зрения получилась вполне нормальная адвенчура Ведь вы этими разговорами пытаетесь разобраться в ситуации И достучаться до истины Но разнообразием этот процесс не балует И уже через час игры все ее возможности будут исчерпаны И вам придется самим развлекать себя Вот, например, из-за глюка игры образовалась пробка В ваших силах ее разрулить Хоть это и незадуманная игровая ситуация Настроение она поднимает С точки зрения развлечения Больше двух баллов за эту игру поставить нельзя Хотя, с другой стороны, для студентов В качестве практического занятия Эта игра будет вполне интересным занятием Внешне эта игра даже близко не стоит рядом с современными адвенчурами Несмотря на ее полную трехмерность Игра чем-то напоминает древние плоские игры Что-нибудь вроде Принца Персии Главные герои и в той, и в этой играх бегают очень похоже Обстановка и пейзаж игры отражают действительность происходящего Но никакими техническими достижениями похвастаться не могут Наша оценка внешних данных также 2 балла Звуковое сопровождение здесь также только потому, что оно должно быть Ничего оригинального или стоящего отдельного внимания Наша оценка озвучки все те же 2 балла Не хочется оценивать эту игру только как развлечение Разработчики из компании с говорящим названием Serious Games Разрабатывали ее в первую очередь для интерактивного обучения И они считают, что у этих игр есть большое будущее В чем-то мы с ними согласны Но как представители игрового сообщества Ждем более совершенных разработок Наша общая оценка игры 3 балла Реализация данного проекта это какой-то ужас Среднестатистическому геймеру лучше даже не показывать Но те, кто поступают на журфак Могут попробовать свои силы в виртуальной должности репортера И если вы столкнетесь с какими-нибудь проблемами Мы заранее подготовили для вас их решение Никаких особых проблем у вас быть не должно Ваша основная задача внимательно читать все диалоги И выбирать нужные, по вашему мнению, варианты Все действия сводятся к тому, чтобы выполнять задания вашего редактора и местных жителей Тогда вы сможете добиться даже одинаково хорошего отношения обоих конфликтующих сторон Если у вас возникли проблемы с передвижением на такси Что вполне может быть в первые полчаса игры То имейте в виду, что не на всех машинах можно ездить Вы сможете воспользоваться услугами только тех машин Над которыми есть надпись места назначения Если вы столкнулись с проблемой, когда вы набрали 5 цитат А редактор их не принимает Вам нужно удалить некоторые цитаты И постараться найти им более подходящую замену Также можно попробовать обойти еще раз всех персонажей на карте И еще раз поговорить с каждым из них Наверняка вы что-то упустили Если вы столкнетесь с проблемой в самом начале Когда солдаты не возвращаются обратно Вам нужно всего лишь зайти во двор рядом Там будет стоять стрёмный чувак Который не особо желает разговаривать с вами Так вот, напротив него, в этом же дворе Будет маленький люк рядом с домом Над ним даже будут гореть Три небольших, еле заметных восклицательных знака Надо просто подойти к этому люку Кликнуть на него И вернуться поговорить с солдатами Свершилось! Почти год мы ждали продолжения Neverwinter Nights 2 И вот, наконец-таки, дождались! Пока что правда в виде аддона Mask of the Betrayer продолжает сюжетную линию оригинала Само собой, сценаристы не могли оставить без внимания Судьбу главного героя Погребенного под сфодами храма После битвы с королем теней И придумали ему новенькую с иголочки заморочку Давайте взглянем, что же появилось нового в дополнении И держит ли оно марку своего предка Спустя несколько часов после падения короля теней Наш герой лишается всех своих товарищей И обнаруживает себя лежащим в круге каких-то рун В сотнях миль от родного побережья мечей Как принято в таких случаях Он страдает частично амнезией и частыми флешбеками Дело осложняется тем, что могущественный осколок меча Который он носил под сердцем Кто-то спер А вместо него теперь делом заправляет таинственный голод Его-то нам и придется подпитывать на протяжении всей кампании В общем и целом достаточно шаблонная закваска сюжета Но не лишенная в то же время помпезности Радует тот факт, что стартуем мы аж с 18-го левела Так что тем, кто не любит привычную для любой РПГ раскачку Будет за что похвалить разработчиков Системные требования игры таковы Pentium 4, 2.4 ГГц 512 МБ оперативки И 128 МБ видео И 5 ГБ на винчестере Геймплей игры претерпел значительные изменения Главным образом это связано с тем самым преслабутым голодом внутри Удовлетворять нам его вменяется духами умерших Благо в локациях их доставки Однако злоупотреблять этим не стоит Ибо чем чаще герой подкармливает таинственного духа Тем сильнее становится его аппетит Также на горизонте маячит цель спасения мира Все так же мы собираем мозаичку очередного магического артефакта И все так же резкие повороты сюжета видны за километр В основе боев лежит система Advanced Dungeon & Dragons И это пожалуй является самой сильной частью игры Фанаты будут в восторге Наша оценка геймплея 5 баллов С графикой дела обстоят несколько хуже Перед нами движок образца 2006 года И никакие патчи его не спасают Единственное новшество тут Два новых режима камеры Стратегический и от третьего лица Спецэффекты заклинаний конечно же разнообразят картинку Но движение NPC как и год назад Иной раз набивает воспоминания о робототехнике Наша оценка графического наполнения 4 балла Звук в игре добротен Но не более того Единственное что вспоминается так это диалоги Но это скорее заслуга сценаристов В остальном никаких революций Музыка перекочевала из оригинальной игры Да и в спецэффектах сплошной консерватизм Наша оценка звучания игры 4 балла Итак Neverwinter Night 2 Mask of the Betrayer Одна из тех игр в которые будут играть Несмотря на то что она не несет ничего нового Бывают дополнения которые превосходят По всем параметрам своего прородителя Яркий тому пример серия Total War Но это не тот случай Mask of the Betrayer 30-ти часовая приманка для фанатов Томячихся в ожидании третьей части Красивая, местами увлекательная Но не удивляющая Наша общая оценка игры 4 балла Итак Перед нами по всем правилам сделанный аддон Парочка свежих классов 5 престижей 3 новых расы Само собой Новая броня Оружие Упрощенная система крафта Десятки невиданных ранее извергов И все это вичает 30-ти часовой геймплей А в остальном перед нами все тот же Neverwinter Nights Мы как и раньше Собираем какой-то артефакт По ходу действия спасаем в очередной раз мир И пытаемся разобраться в самих себе Вопросов в такой серьезной РПГ возникает немало И на некоторые из них мы сейчас ответим Первый вопрос Что такое престиж-классы И почему я не могу их выбрать при создании персонажа? Отвечаем Престиж-классы Это специальные направления развития персонажа Которые являются логическим продолжением базовых классов К некоторым из них нужно планомерно идти Развивая вполне определенные умения и навыки А некоторые, как например Рыцари-девятки Становятся доступными после определенных событий в игре Следующий вопрос Могу ли я в дополнение играть своим старым персонажем из Наро Винтер Найт? Отвечаем Нет Экспорт персонажей возможен только в многопользовательскую игру В дополнение же вам придется создать нового Или же выбрать из героев, предложенных создателями игры Следующий вопрос Можно ли как-то избавиться от голода героя? А то ближе к концу игры я внезапно умираю Отвечаем Нет Этот голод — стержень, вокруг которого вертится весь сюжет дополнения Вы можете уменьшать его либо поеданием душ, либо же специальными заклинаниями Которые на время заглушают эту тягу к некромантии В крайнем случае, чтобы не умереть, вы можете расходовать очки опыта Но в таком случае ваше развитие в игре будет сильно замедлено На сегодня это все Меня зовут Андрей Воробей, это был Фак Заходите в форум на сайте Муздефисттв.ру Меня можно найти и там Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musдефисттв.ru Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok